Дальше. Следующая стучка такая наружная. Масло чайного дерева. Должен всегда стараюсь, чтобы в доме было. Раскрою маленький секретик, если кто-то уже сталкивался с маслом раньше. Настоящее масло чайного дерева должно пахнуть керосином. Выраженный запах керосина. Тогда это нормальное масло чайного дерева. В каких случаях мы его используем? Любые наружные повреждения кожи. Укусы, ороги, ранки, царапинки, в чистом виде, в разведении, конечно, если кожа повреждена. Я, честно говоря, использую его еще немножко нестандартно. Одну капельку с палочки снесли на пальчики, в носу помазали. Что-то там в ухе, особенно у детей, поехали на море. Знаете, дети любят понылять. Потом все это ушки простывают. Начинают болеть ушки. На ватную палочку встали в руковой проход. Все это очень быстро проходит. Верфик начинается. Верфик смажем. Ангина начинается. Горло болит в неразведенном виде. Взяли капельку и смазали себе дужки, если миндали нужно. Если попали на миндалины, очень хорошо. Если это ребенок, уже куда попали. На щечку, на щечок и так далее. По крайней мере, ангина, в данном случае, ребенка уже, но она не развивается. Все это процесс немножечко стухает, и ребенок достаточно быстро вытарался. Пока!